Каждую субботу на канале РТР Молдова Кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии Не пропусти программу Азбука Вкуса Включайся! Хорошего настроения у нас много! И смешиваем все ингредиенты без добавления крахмала Для получения нежной консистенции ваших особенных салатов Торчин деликатесный Вкус начинается с качества Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Весельчак, который не даст вам заскучать Тем более я, как правило, здесь за кухонным столом не один Но в первую очередь я очень-очень хочу сказать большое спасибо Тем людям, которые этот праздник нам могут, конечно, подарить в любой день Абсолютно Вы можете себе устроить праздничное застолье абсолютно каждый день Хоть 24 на 7 Я говорю про сеть магазинов Кауфлэнд, которые всегда нам предоставляют Подчеркиваю, всегда качественные, отобранные продукты За этим они следят И это как продукты питания, так, конечно, всевозможные Хозяйственные предметы и гаджеты для нашей с вами жизни Средства гигиены, чистоты И, в общем, там есть все За это им большое спасибо, потому что мы сегодня тоже прибегнем к их помощи И вот это вот уже отваренная свекла Вот наша отваренная морковка И тут отваренный картофель, который еще продолжает, на самом деле, вариться Все это, конечно, оттуда Спасибо огромное Ну и, как вы видите, большой у нас стенд нашего любимого партнера Бренда Торчин Сегодня мы будем готовить на европейском майонезе Будем готовить очень интересное блюдо, привычное для новогоднего стола Это по вкусовым качествам, говорю, уже слюна идет, понимаете? По вкусовым качествам это практически настоящая шуба Но только будет выглядеть она совершенно иначе Да, друзья, вместо селедки, так сказать, давайте устроим себе праздник побогаче Вот у нас будет лосось А с кем я буду говорить? Посмотрите с очаровательной Ириной Яковенко Привет, ты смотри, ты уже готова в перчатках Так, ну давай, я сюда тоже тебя поддержу Потому что сегодня мы будем при помощи всевозможных тоже дополнительных гаджетов еще все это натирать Уже, знаешь, прошли эти времена, когда хозяйки долго терли, стирали себе маникюр Думаешь, боже мой, а вообще были такие, да, новогодние, предновогодние приготовления Когда, ну прям, реально несколько, не знаю, часов ты тратила на то, чтобы приготовить то же самое оливье, шубу Конечно, конечно С 90-х по 2000-е годы это было стабильно каждый раз Скажи, пожалуйста, какие вот у тебя, ну скажем, кулинарные ассоциации с новогодним столом Что точно вот у тебя на столе есть? Точно салат оливье, точно селедка под шубой Ну, пюре обязательно Пюрешечка Пюрешечка Обязательно курица Ну, холодец так, по ситуации Если раньше мама приготовила или кто-нибудь бабушка, то был Сама я, конечно, холодец никогда не готовила Но есть любишь его? Ну, сейчас уже нет Сейчас я как-то уже за здоровьем слежу Слушай, это очень здорово, потому что, честно говоря, ну скажем, европейцы или американцы, да, они не совсем понимают, допустим, тот же самый холодец Они не понимают, зачем мясо в желе, желе для них это десерт Но я к чему веду? К тому, что сегодня у нас все равно будет желейная основа И для того, чтобы у нас получилась такая интересная форма нашего сегодняшнего блюда Мы будем использовать желатин Из Камфанда Вот, это мы, конечно, будем делать чуть позже Что нам нужно вообще сделать? Ну, помимо того, что мы сейчас с Ириной начнем наконец-то беседовать и открывать главную тему предновогодних праздников И, знаете, говорить о каком-то, я думаю, благородном жести и вообще о жести доброй воли То в двух словах Нам это все нужно будет перетереть То есть у нас есть волшебная терочка Как вы видите, которая, как я и говорил чуть ранее Не требует вот этого всего, понимаете, кучу времени траты Здесь понадобится просто одна миска Вот Эврик Эврик? Да? Эх, времена, да? Вот И понадобится, собственно говоря, свекла Которую ты сейчас, я думаю, будешь сюда погружать И одним нажатием кнопочки все это будешь перетирать А теперь давай расскажи-ка нам Я займусь рыбой Расскажи-ка нам, пожалуйста Бери свеколочку туда Закидывай Я думаю, что надо было бы ее немного порезать Не надо Все мягкое И посмотри сейчас, какая красота Раз И все Скажи мне, как тебе пришла вот эта вот мысль И когда она пришла? Потому что, когда я всем говорю, Ира, какая Ира? Я говорю, ну Ира, которую вы помните, да? Да? Рич-стори, которую вы помните Это отдельные салоны красоты Это отдельная линия одежды там была Я тоже помню, мы к тебе приходили, одевались у тебя Да, вот Когда этот переломный момент наступил, что ты решила все-таки чуть-чуть изменить направление? Или ты не меняла свой вектор? Это все получилось спонтанно Я как бы не собиралась переключаться Мы сейчас говорим о животных Спасении животных, бездомных животных Это все произошло неожиданно Года три назад, три с половиной Я еще продолжала заниматься Сферой красоты Да Просто так получилось, что я узнала, что у нас очень большая проблема с животными бездомными Что они страдают То есть как бы в обычной жизни я не сталкиваюсь с этим И вот как-то начала узнавать, что в основном у нас животных убивают Что у нас совершенно никакой цивилизации нет И это был для меня такой шок, что на уровне бизнеса, на уровне красоты мы уже очень на высоком уровне Да, то есть мы уже создали очень красивые рестораны, магазины, салоны У нас как бы цивилизация оказывается животными У нас их просто убивали И когда я это узнала, то есть я не могла поверить, что ну вот тут рядом мир красоты, мир хорошо все И тут рядом совершенно такое ужасное мир Другой мир, да, совершенно Да И когда я начала вникать в ситуацию, что происходит Оказалось, что на 3-4 года назад очень долго зоозащитники боролись за новый регламент За гуманное обращение с животными И я попала как раз в тот период, когда были дебаты, были слушания И очень долго принимали этот регламент В итоге его приняли И даже приняли такое решение уменьшать популяцию путем стерилизации массовых Даже открыли центр стерилизации, начали открывать центр стерилизации в городе И как бы получается, что у нас этот цивилизованный путь, он только-только зарождается Можно сказать, что он родился, но он еще совершенно такой очень... Пока немощный, да? Немощный, он еще такой маленький ребенок, которого очень... как бы можно потерять Что произошло, скажем так, в Кишиневе? Потому что этот регламент, он именно для Кишинева был принят То есть закон о жестоком обращении, закон о цивилизованном поведении с животными на Молдове, на всю Молдову пока не принят Такой регламент гуманный принят только на Кишинев Ну, естественно, принять закон и принять какую-то систему, но ее еще надо внедрить, это как бы время нужно И так получилось, что для внедрения этого регламента, этих механизмов, нужны были люди Открылся отдел контроля защиты животных в премарии, в дирекции ЖКХ, и нужно было туда идти Но так как я уже была такой активисткой более года, то я сказала, ну хорошо, я могу пойти на год, помочь все это как-то организовать, поработать И вот так я попала в отдел контроля защиты животных Могу сказать, что это параллельно уже шло, то есть сегодня это 100% в моей жизни занимают животные Сегодня уже нет магазина, нет салона, еще и пандемия, это все как-то сыграло свою роль Но три года ежедневных, ежедневной борьбы, скажем так, ежедневное вникновение в проблему Каких-то с придумыванием проектов, изучение ситуации Вот как бы три года я сейчас прохожусь там Сколько у тебя, так я понимаю, в основном собачки, да? То есть ты говоришь про... Ну нет, отдел защиты и контроля популяции животных, да? Это как бы такая система, которая есть во всех странах Это при муниципе есть такой отдел, куда поступают все жалобы, касаемые и жестокого обращения Неправильного содержания домашних животных, там, издевательства над животными И плюс решение проблемы с бездомными животными Могу ли тебя попросить, да, ты рассказывай, так мелко-мелко просто нарубаешься То есть у нас там в отделе шесть человек, у нас диспетчерская Звонят нам на телефон по жалобам и звонки по помощи Также мы получаем письма, и мы выезжаем как инспектора Пока что мы не имеем зоополицию, мы не имеем транспорта Но мы как-то вот так вот своими силами выезжаем, инспектируем проблему И принимаем какие-то меры, например, с бездомными животными Мы сейчас сделали огромный проект массовых стерилизаций Примария выделила денег в этом году Практически две тысячи животных было стерилизовано Но я хочу сказать, что как никогда Примария действительно сейчас, я думаю, вызывает восторг у наших граждан Столичных жителей и гостей столицы Я говорю даже это не лично субъективное мнение Я говорю мнение тех наших друзей, которые приезжают Знаешь, которых долго здесь не было, которые жили где-то там в Европе, в Америке И вот они возвращаются к нам сюда и говорят Боже, да у вас что у вас произошло с городом? А кто у вас сейчас у руля? И я действительно, ну в данном случае, без абсолютно никакой политической окрашенности, друзья Я просто как тот же самый гражданин этой страны и житель этого города, в котором я родился Я действительно вижу вот эти вот серьезные и красивейшие изменения И за это большое-большое спасибо Действительно, наш Примар, с такой замечательной командой, видите, как делает все очень и очень во благо города У нас появляются новые аллеи, скверы, парки, деревья мы сажаем Сейчас, как видите, еще и помогаем с братьями нашими меньшими Потому что, тем более в преддверии сейчас зимних морозов А январь, посмотрите, не за горами Как правило, ударит очень сильно мороз То как раз вот животные сейчас становятся уязвимы И это касается всех абсолютно То есть это и кошечки, которые вот бегают по дворам И собачки, которые бегают Но если вы заметили, то у собачек, которые стерилизованы, есть специальные бирочки Это вот о чем мы говорим сейчас с Ириной А у кошечек такой, как будто немножко надрезанный такой уголочек Это вот вы можете смело к этим котам или собачкам подходить То есть они стерилизованные, они чистенькие То есть вот этим и занимается как минимум Ирина Но я так понимаю, что есть еще приют, да? Да Я хотела еще чуть-чуть насчет вот этой программы стерилизации А, давай, давай, да Проблемы бездомных животных Если вы помните, был случай в парке, когда вот Питбуль, да, напал на Йорков И там была такая трагедия, что застрелили этого Питбуля И вообще трагедий очень много с домашними животными Что сейчас мы говорим о домашних животных Особенно бойцовских пород Вот у нас должна быть система, как во всех странах Регистрации домашних животных Для того, чтобы человек нес ответственность за свое животное То есть человек вышел гулять Без поводка, без намордника И произошла трагедия, да? Вот он напал на собак Потом на хозяина погибли очень дорогие Породы, да, да Не то что породы, а дорогие этим людям собаки Которым было по 17 лет То есть это их были дети, скажем так, да? Ну да, к ним привязываешься сильно И в такое состояние аффекта этот хозяин Он пошел за ружьем и застрелил этого Питбуля Но, смотрите, ни та собака не виновата Ни эта собака не виновата Виноват человек И вот здесь очень важно Вот то, что мы делаем База данных, регистрация домашних животных Когда человека, мы будем знать Чего это было животное? До сих пор этого хозяина не могли найти Чего это животное? Кого надо наказать за такое поведение? Да, то, в конце концов, несет ответственность Самое главное Здесь очень важно Важный момент, мы про ответственность говорим Да, ответственность Пересыпай, если можно И, соответственно, огромное количество бездомных животных Появляется от безответственного отношения Хозяйских, хозяевов Потому что они берут себе животное, собаку Потом они не справляются И просто ее выбрасывают на улицу И на сегодняшний день Так, гвардия бездомных животных На 50% состоит из домашних животных Которых люди просто выбрасываются Вначале взяли себе, а потом оставили на улице. Друзья, об этом мы сразу продолжим говорить после рекламы. Мы еще ждем, пока отварится картофель, который мы тоже натрем. И затем покажем, как будем собирать нашу сегодняшнюю праздничную шубу в оригинальном способе. Добро пожаловать! Это «Азвука вкуса» на канале РТР Молдова. И после небольшой паузы мы снова возвращаемся в нашу очень интересную, я вам сказал, очень важную беседу. Потому что речь идет все-таки о братьях наших меньших и о том, чтобы в нашем городе, вообще в нашей стране работали все эти законы по защите, в том числе и домашних животных. И чтобы сами владельцы домашних животных тоже несли ответственность и не забывали о последствиях. Если вы уже приручили, то, как говорят в той поговорке, мы уже в ответе за тех, кого приручили. То есть, но если уже произошло это, если уже, к сожалению, где-то щенята, котята все-таки уже попались во взгляд Ирины и ее команды, то знайте, что это еще тоже не конец. Есть выход из положения и об этом выходе мы сегодня как раз и говорим. Мы говорим о таком понятии, как адопция. Но прежде, да, прежде, я хочу сказать, вернуться к кулинарии, что у нас делать. Значит, мы отварили, натерли картофель, ну мы, и все. Натерли картофель, морковь, свеклу, нарезали укропчик. Вот у нас уже наслайсировали нашу семгу. Теперь наступает момент это все смешать. Но смешивать мы будем такой особенный, я бы сказал, соус, потому что нам понадобится сейчас здесь теплая водичка. Мы ее подогрели. Вот, посмотрите, буквально 100-150 граммов. Вот. Нам понадобится желатин. Желатин 15 граммов, но поскольку пакетики по 9, я думаю, что мы не особо, я думаю, переборщим. Тем более, если вы хотите, чтобы быстрее, возможно, у вас схватилась ваша составляющая смесь, то, конечно, это лучше взять тогда сразу два и не играться, потому что потом эти 3 грамма, ну, хозяйки, знают, тяжело куда-либо применить. Уже если делать, то делай, да. Да, вот это мы все смешиваем. Ирина молодец. Ирина пока смешивает. Я еще быстренько сейчас, конечно, вернусь к главному нашему герою. Торчин европейский майонез, друзья. Мы гордимся брендом Торчин, который тоже идет ногу со временем, развивается и теперь гарантирует нам абсолютное качество и натуральные ингредиенты. То есть желток, уксус, все это здесь. Конечно, немножко сахара тоже это здесь. Но какой Новый год без майонеза, друзья. Вот. И нам сейчас вот именно в этот желатин, да-да-да, для основы как раз нужно будет сейчас этот майонез сюда и выдавить, что очень удобно. И вот таким вот образом, когда мы потом отправим в холодильник нашу вот эту оригинальную шубу, да, друзья, то вы потом увидите, какой у нас невероятно красивый сушуба. Сушуба. Да. Ну что, Ирина, мы действительно заговорили про адопцию, пока вот вы плавными, вроде несложными движениями это все мешаете. Давайте, давайте раскроем скобки, адопция. Что могут сделать наши телезрители, что могут сделать, возможно, какие-то коммерческие агенты, что можно сделать, чтобы помочь в преддверии зимних холодов и как можно спасти животных? Ну, каждый житель может помочь любым взносом. В первую очередь, это взять животного с улицы, с приюта. Это самая большая помощь, потому что очень много животных на улице, идут холода, им негде укрываться, нет, у нас неподготовленная инфраструктура, городского приюта как такового не создано, есть центр стилизации, но он не приспособлен на такое количество животных. Ну, чтобы, да, принимать все. Да, есть много частных приют, но они все переполнены, и очень хорошо было бы, чтобы люди забирали животных с улицы. Не покупали, не гонялись за породой, а просто забирали бездомных животных с улицы. Это будет самый большой вклад, который может быть. Второе, что можно сделать, увидев животное на улице, это обязательно его накормить, напоить, может быть, где-то какой-то домик построить из подручных средств, чтобы они перезимовали. Это очень важно. Ну, и третье, коммерческие агенты могут подсоединиться с помощью в зависимости от их бизнеса. Допустим, если это строительная компания, она может помочь материалами, вольеры, поддоны, водки. Если это, например, рестораны, супермаркеты, это питание для животных. Вот, я об этом здесь хотел, да, сейчас чуть-чуть как будто остановить немножко время. То есть мы конкретно говорим про хорику и вообще про продукты питания. Даже просто обыватели и жители нашего города или вообще страны. То есть я уверен, что после приготовления даже каких-нибудь блюд, праздничных в том числе, наверняка есть какие-то отходы. И поверьте, если это отходы, не знаю, там, рыбки, мяска, косточек и так далее, то, наверное, есть смысл как-то собраться, устроить даже какие-то такие, может быть, акции всем двором и приехать в приют хотя бы даже с таким небольшим взносом. Но поверьте, вы тоже сделаете очень хорошее дело. Да, я хочу сказать, что насчет кормления животных на улице, допустим, да, что не рекомендуется и запрещается для животных. Кости рыбные, ни в коем случае, потому что это опасно. И берцовые кости, трубчатые кости куриные. Это очень опасно для животных. Остальная пища, конечно, съедобна, скажем, любая. Да, то есть они с удовольствием берут. Да, да. И, в принципе, будут вам благодарны, потому что, ну, как бы у нас, хотите верьте, хотите нет, но абсолютно у каждого животного, как и у людей, свой особенный характер. И, конечно, очень жалко, когда ты видишь эти взгляды и какую-то жажду заботы. А вот мне кажется, что как никогда, особенно вот в новогодние праздники, хочется эту свободу ощутить. Ну, то есть свободу и заботу. То есть хочется, чтобы не только мы с вами получали какие-то положительные эмоции, но и могли привнести что-то хорошее. Кстати, по системе, ну, вот больше туда к буддизму, Тибет, у них вообще считается, что в новогоднюю ночь или вообще когда у вас наступают какие-то сложные моменты в жизни, это сейчас я вам говорю достоверную информацию, то лучше помочь какому-то животному, либо даже как вариант, они вообще рекомендуют купить живую рыбу, да, и вот в магазине, к примеру, и выпустить ее с какими-то своими пожеланиями, то есть таким образом спасая душу, потому что для них это очень важно, у каждого животного есть своя душа. То есть вы таким образом немножко как бы, ну, не то что замаливайте грехи, да, но как-то очищаетесь. Поэтому вот здесь вот это очень близко к этому же действию, я думаю, что в преддверии 2022 года и после этих сложных пандемических самых таких сильных лет, я думаю, что самое время немножко вот таким вот образом очиститься и сделать этот добрый жест. Вот прям такая вот просьба, я сразу, ну, Ирине сказал, что мы и после съемок мы организуем свой отдельный такой выход, то есть мы возьмем эту инициативу на себя, мы пригласим еще наших коллег, друзей, музыкантов и певцов, у кого есть возможность действительно, возможно, где-то там, не знаю, в частном секторе, в дома взять себе, потому что щеня-то очень милый, очень красивый. Мы их вам даже и покажем, но прежде сейчас начнем это все красиво выкладывать. Вот, итак, тарочка, смотрите, она может быть, конечно, желательно такой узкой, потому что, как и сказала Ира вначале, у нас это будет что-то наподобие суши, да, и мы сейчас будем здесь вот эти слои почти как в шубе, да, выкладывать. Помните, что у нас здесь нечистый майонез, да, у нас майонез идет с желатином, что позволит нашей вот этой вот основе, конечно же, зафиксироваться, то есть оно должно в холодильнике хорошо схватиться. По-хорошему это нужно будет подождать часа 4, так, чтобы оно все хорошо схватилось. Вот, мы попробуем это сделать благодаря функциям холодильника Bosch чуть-чуть за меньший период времени. Но, посмотрите, мы набрали даже сейчас ингредиентов уже больше, то есть у нас уже есть остатки, будет еще формочка, можно будет еще сделать. Потом мы сюда морковочку давай тогда, красивый стилай слой. Да. Так. Ну, практически как шубу делаешь, слоя. Честно говоря, да, но мне так нравится, знаешь, что, ну, как в музыке, знаешь, вот 7 нот, и можно дальше варьировать, и все равно по-прежнему рождаются какие-то новые хиты, по-прежнему взрывают чаты какие-то новые артисты. То есть здесь вот то же самое, мне вот кулинария, не знаю, я настолько полюбил готовить именно благодаря азбуке вкуса, я вот прям просто, я сам в восторге, и мои родные тоже в восторге. Так, ты хочешь все прям, да? Ну, давай. Не надо было, мне кажется, не поместится. Нет, 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 все нормально. Нет, ну, морковка, кстати, морковка лишнее не бывает. Морковки много не бывает. Морковки много не бывает. Так, есть. Нет, у нас все отлично, кстати, идет. Может быть, я даже немножко пожалел свеколки, но ничего, ничего. Ну, а здесь, знаете, люди работают тоже, они с удовольствием. Свеколочка с майонезом, да, я вам, я вам смотрю, просто на хлебушек и все. И салата нет. Да, да, да. Вот, но то, что да, действительно, как я рассказала, это у нас очень похоже на ингредиенты, привычные для шубы, это да, сейчас у нас просто уже, мне кажется, как будто желатин начинает действовать, но мы это все таким вот образом сейчас здесь растянем, постараюсь тоже, чтобы картошки лишней не осталось. Куда могут обратиться, то есть, помимо того, что мы, конечно, дадим сейчас данные на экране, могут ли они лично писать себе, как ты с социальными сетями, то есть ты охотно реагируешь на жителей социальных сетей? Конечно, конечно. Есть, у нас есть, если брать глобальный отдел контроля защиты животных, то я могу продиктовать телефон, куда можно обращаться по всем вопросам, да, это 022997777, очень легкий телефон. Это то, что Примария, да? Это то, что телефон Примария. Прикольно, легко запомни, да. Очень много разных проектов, массовая стерилизация, кстати, мы в этом году делали стерилизацию не только бездомных животных, но и домашних животных. А, то есть, вышли даже за рамки эти, да? И в следующем году у нас планируется очень большое количество стерилизации домашних животных и бездомных животных в том числе. И плюс можно обращаться на страничку, например, есть много приютов разных, можно посмотреть, какие приюты. В данном случае мы говорим о приюте Барбос, который у нас получился из-за того, что мы начали работать в этой сфере и понимали, что животных очень много, а везти их некуда. И мы уже проявляли такую волонтерскую инициативу, какие-то экстренные случаи сами ездили, спасали, сами лечили. И вот у нас образовался такой приют. Так что, пожалуйста, друзья, телефон в руки, и это можно сделать. Посмотрите, вот такая вот у нас красота получилась. И я вам скажу, очень сытная, накормить нужно очень много людей. Мы сейчас запускаем это все в холодильник. И, конечно, наш процесс ожидания пройдет мгновенно, а ваш пройдет за увлекательным просмотром как раз короткого ролика про тех, кому нужна наша с вами помощь и поддержка. Вот, друзья, о чем мы говорим. Ну и, конечно, сегодня говорим и о том блюде праздничном, которое мы сегодня с Ириной приготовили для вас. И из холодильника я достаю наше чудо кулинарное изделие. Желатин должен нам помочь идеально сейчас зафиксировать все содержимое. Да, посмотрите, так и есть. Так и есть. Боже мой, дорогие друзья, какая же все-таки прелесть эта наша заливная рыба. Вот, но для того, чтобы придать блюду, так сказать, уже финальный оттенок, я сейчас все это нашей красивой вкусной рыбкой вот так вот украшу. Должно у нас получиться что-то наподобие суши. Получится у вас сразу же взять кусочки семги или лосося, возможно, наслайсированные, ну, то есть уже как бы нарезанные. Вообще без всяких проблем. Вот, поскольку времени, да, времени не так много, я, Ирина, предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям, или, возможно, сейчас по желанию, потому что остается совсем пару минуток. Да. Вот, что нам нужно для того, чтобы все были счастливы? Для того, чтобы все были счастливы, надо спасать, и мы будем спасенные. Проявлять сочувствие, человечность, сострадательность и доброту. И в этом всем, перед Рождеством, наша душа становится более светлой. Наши поступки помогают нам духовно расти. Да, и становиться как минимум на несколько ступеней выше. Оторвите мне, пожалуйста, салфетку. Я, друзья, очень хочу быстренько успеть хотя бы кусочек этого изделия нарезать, но думаю, что это мы уже оставим вам, да, потому что оно рубится вот так вот на такие красивые кусочки, и потом подается еще на тарелочку. Но время у нас ограничено, и поэтому я спешу к новогоднему подарку от Торчин, и хочу вручить его моей гости Ирине Яковенко, за то, что она делает такие благие и замечательные дела, к чему и вас мы тоже призываем. Здесь твой, собственно, лично теперь фартук, набор всевозможных соусов, сумочка для похода в магазин, и все это тебе с наступающим Новым годом. Спасибо. Друзья, данные есть, контакты есть, звоните. Теперь это все на уровне, в том числе и при Марии, мы готовы решить и помочь братьям нашим меньшим. Спасибо, что ты с нами. Это, друзья, уйдет в фонд нашего радостного и счастливого съемочного дня. Всем здоровья, делайте благие дела. Пока. СПОНСОР ПОКАЗА БОШ БОШ ТЕХНИКА, КОТОРЫ ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ ТОРЧИН ДЕЛИКАТЕСНЫЙ Вкус начинается с качества. Вкус торчин деликатесный начинается с качества. Мы смалываем два вида горчицы, добавляем качественное подсолнечное масло и смешиваем все ингредиенты без добавления крахмала для получения нежной консистенции ваших особенных салатов. ТОРЧИН ДЕЛИКАТЕСНЫЙ Вкус начинается с качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТОРЧИН ДЕЛИКАТЕСНЫЙ